В рамках еженедельного большого рабочего совещания в администрации Северского района провели заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Несмотря на то, что на улице плюсовая температура, зима, кажется, не желает приходить на Кубань, рассмотрели вопрос обеспечения безопасности на водных объектах района в зимний период. Тепло пока и в домах жителей черноморского поселения. Но срок договора с теплоснабжающей компанией стекает 31 декабря этого года. Больше в Черноморском задерживаться они не хотят. Артек не имеет намерения в правлении данного договора, так как эксплуатация теплового корпуса черноморского городского поселения по ранее заключенному договору в 2022 году показала свою убыточность. Как оказалось, для главы поселения это не стало сюрпризом. Однако о своих дальнейших шагах по решению проблемы Владимир Жигулин рассказал очень завуалированно. Нет, кого мы тогда возьмем? Никого. Если никто не согласился на это, как бы, снабжать теплом, хотя и новые котельные. Неправда. Были организации, которые изъявляли желание заниматься поставкой тепла. Вы же не пустили даже на котельные. Вы же не пустили даже объекты посмотреть. Поселение и район теперь в кратчайшие сроки должны решить сложнейший вопрос, от которого в прямом смысле слова будет зависеть погода в домах жителей городского поселения. О реализации регионального проекта патриотического воспитания молодежи из Северского района в своем докладе рассказала начальник управления по молодежной политике Мария Слюсарева. В этом году для подростков провели 216 мероприятий гражданско-патриотической и военно-спортивной направленности. Вовлечено в них более 22 тысяч человек. Руководитель муниципалитета поднял вопрос модернизации районного молодежного лагеря в поселке Мирный. Ежегодно его посещают несколько тысяч ребят, участвующих в форумах. В скором времени он должен стать не просто форумной площадкой, а полноценным палаточным лагерем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова